Солнечная система включает в себя миллионы объектов. От крошечных метеороидов до величественных газовых гигантов. Крупнейшие планеты системы сопровождают свита из десятков спутников. При этом Сатурн имеет наибольшее их количество. Множество небесных тел разнообразного состава и размера постоянно движутся вокруг него по причудливым орбитам, оказывая взаимное влияние друг на друга. Часть из них образуют гигантские кольца, представляющие собой воистину впечатляющее зрелище. Однако так было не всегда. Примерно 100 миллионов лет назад. Крупный ледяной спутник слишком сильно приблизился к Сатурну. Мощнейшие приливные силы газового гиганта разломали его на триллионы пусков. Подчиняясь неумолимым законам физики, эти осколки постепенно распределились вокруг планеты, образовав первичное кольцо. Оно было примерно в тысячу раз массивнее современных колец Сатурна. С момента катастрофы прошли миллионы лет. За этот срок часть фрагментов погибшего спутника была бесследно поглощена Сатурном. Другие осколки бомбардировали поверхность его многочисленных спутников, либо вовсе покинули окрестности газового гиганта. Такова одна из наиболее обоснованных на настоящий момент научных гипотез, объясняющих происхождение и эволюцию колец Сатурна. Несмотря на сотни лет наблюдений, эта грандиозная космическая структура продолжает хранить множество секретов. Кольца Сатурна не имеют четко очерченной границы. Ширина их видимой части составляет порядка 280 тысяч километров. Однако за этими пределами расположены тончайшие скопления пыли и разреженного газа. Диаметр этих структур, по некоторым оценкам, достигает 16 миллионов километров. Но их невозможно разглядеть с Земли из-за крайне малой плотности. Несмотря на столь внушительный размер, общая масса всей системы колец очень мала по космическим меркам и оценивается в 3 умноженное на 10 в 19 степени килограммов, что примерно в 2000 раз меньше массы Луны. Твердые объекты составляют всего лишь около 3% от всего объема структуры. Остальная же часть заполнена разреженным газом и космической пылью. Диск, окружающий Сатурн, условно делят на несколько крупных колец. Однако с помощью достаточно мощного оптического телескопа легко заметить, что каждая из них состоит из большого количества тонких окружностей, разделенных узкими щелями. Эти щели возникают из-за гравитационного воздействия как самой планеты, так и ее многочисленных спутников. Некоторые из них достигают в ширину сотен километров. Несмотря на то, что диск Сатурна отражает в несколько раз больше солнечного света, чем сам газовый гигант, некоторые кольца практически невозможно увидеть. Например, ближайшее к планете «Кольцо Ди», которое состоит из мельчайших кристалликов водяного льда и замерзшего метана. Его верхний предел принято проводить на расстоянии в 16,5 тысяч километров от условной поверхности планеты. Во внутренней же части кольцо не имеет четкой границы и плавно переходит в атмосферу Сатурна. Следом за ним идет гораздо более яркое и массивное кольцо Си, шириной около 17,5 тысяч километров. Оно состоит из космических тел размером до двух метров, которые в совокупности составляют всего лишь 0,33% от общей массы диска. Самая же яркая и заметная часть диска расположена дальше и носит обозначение «Кольцо Би». Она начинается примерно в 34 тысячах километров от поверхности газового гиганта, а ширина этой области достигает 25 тысяч километров. Толщина большей части кольца не превышает 5-10 метров. Однако его внешняя часть образует вертикальную кромку высотой до 2,5 километров. Самое внешнее из видимых колец Сатурна начинается в 64 тысячах километров от поверхности планеты. Его ширина составляет около 14 600 километров, а внутри расположились не только сравнительно крупные осколки льда размером более 10 метров, но и некоторые спутники, такие как Пан, Дафнис и другие. Существование подобных крупных объектов может быть доказательством теории образования колец из разрушенного ледяного спутника. Однако они также могли появиться позже, благодаря столкновению и слепанию более мелких фрагментов. За пределами же этой части диска расположены практически невидимые кольца F, G и E, образованные космической пылью и разреженным газом. Разумеется, большинство крупных спутников Сатурна активно взаимодействуют с кольцами. Если удалиться на расстояние в 179 тысяч километров в район так называемого кольца E, то можно обнаружить небесное тело под названием Энцелад. Обладая диаметром всего лишь в 500 километров, он не входит в число самых крупных спутников газового гиганта, однако представляет большой интерес по другим причинам. Дело в том, что Энцелад – одно из немногих небесных тел нашей системы, проявляющее явную криовулканическую активность. Анализ наблюдаемых выбросов свидетельствует о том, что под его ледяной поверхностью скрывается океан жидкой воды. Математическое моделирование показывает, что его температура составляет от минус 45 градусов по Цельсию в верхних слоях до нуля в придонной области. Благодаря большому содержанию растворенных солей и аммиака океан не замерзает даже при отрицательных температурах, а ледяная корка толщиной около двух километров укрывает и теплоизолирует его. Температура на поверхности небесного тела составляет около 75 кельвинов или минус 198 градусов Цельсия. При этом его атмосфера очень разреженная и на 91% состоит из водяного пара. Также в ее состав входят азот, углекислый газ и метан. Мощные гейзеры, периодически извергающиеся из трещин в ледяной коре спутника, постоянно пополняют его газовую оболочку. Однако гравитации небесного тела не хватает, чтобы удержать ее. Верхняя область его атмосферы постоянно теряет частицы, которые пополняют кольцо И. В то же время Энцелад непрерывно захватывает вещество из окружающего пространства, поддерживая своеобразный баланс. Известно, что гейзерная активность данного небесного тела зависит от его движения по орбите. Вероятно, приливные силы со стороны Сатурна деформируют ледяную кору спутника, создавая множество трещин и провоцируя извержение. Когда же Энцелад удаляется от газового гиганта, разломы покрываются свежей ледяной коркой. Также известно, что выбросы криогейзеров содержат сложные органические молекулы, а значит, условия подповерхностного океана гипотетически могут быть пригодны для зарождения биологической жизни. Заметно дальше, на расстоянии примерно в 300 тысяч километров от газового гиганта расположен его пятый по размеру и массе спутник – Теффия. Он примечателен тем, что делит орбиту с двумя другими космическими объектами – Телесто и Калипсо. Они расположены в так называемых устойчивых точках Лагранжа. При этом Телесто опережает главный спутник в движении по орбите на 60 градусов, а Калипсо напротив отстает на тот же угол. В отличие от массивной шарообразной Теффии, эти небесные тела невелики и имеют неправильную форму. Их размеры лежат в пределах от 20 до 30 километров поперечники, а общая масса составляет всего лишь несколько триллионов тонн. При этом моделирование показывает, что Калипсо и Телесто не могли изначально сформироваться на одной орбите с более массивным телом, а значит, заняли свои нынешние места намного позже. Сама же Теффия представляет собой небесное тело диаметром около 1060 километров, состоящее преимущественно из водяного льда с небольшой примесью каменистых пород. Наиболее примечательной частью его рельефа является гигантский ударный кратер Одиссей. Его диаметр составляет около 450 километров, то есть примерно в два раза меньше диаметра самой Теффии, а глубина достигает трех километров. Также на поверхности спутника легко заметить невероятных размеров трещину, которая носит название каньон Итака. Его длина составляет порядка двух тысяч километров, то есть около третьей окружности небесного тела, а ширина достигает ста километров. Глубина же разлома колеблется в пределах от трех до пяти тысяч метров, а его дно испечрено множеством кратеров и мелких неровностей. Согласно одной из теорий, каньон Итака образовался в результате замерзания внутреннего океана Теффии. Превратившись в лед, вода увеличилась в объеме и разорвала внешнюю кору спутника. Другое предположение связывает появление разлома с Одиссеем. Предполагается, что ударные волны от столкновения обошли всю Теффию и создали мощный резонанс по ее окружности. В результате кора космического объекта была разрушена, породив невероятных размеров расщелину. Еще дальше от Сатурна расположен его крупнейший спутник под названием Титан, который также демонстрирует целую коллекцию необычных свойств. Обладая диаметром в 5152 километра, он является вторым по размеру спутником в Солнечной системе, уступая данным параметрам лишь Ганимеду. Удивительно также то, что Титан на 5,5% превосходит габаритами Меркурий. Кроме того, это единственный спутник Солнечной системы, имеющий плотную атмосферу и скопление жидкости на поверхности. Из-за большой удаленности от Солнца температура данного небесного тела невелика и составляет около 94 Кельвинов или минус 180 градусов Цельсия. При этом Титан, несмотря на сравнительно небольшую массу, способен удерживать атмосферу в полтора раза плотнее земной. Более 98% ее состава приходится на азот. Кроме того, в газовой оболочке присутствуют метан и другие газы. Под воздействием солнечного ветра азот и углеводородные соединения в верхних слоях атмосферы превращаются в более сложные органические вещества, которые впоследствии медленно опускаются вниз, оседая на поверхности. Из-за этого непрозрачного углеводородного смога поверхность спутника невозможно наблюдать в оптическом диапазоне. Наиболее достоверная модель внутреннего строения Титана располагает в его центре массивное каменистое ядро диаметром около 3400 километров. Его окружает толстый слой сверхплотного льда, который служит дном прохладному соленому океану, содержащему до 10% растворенного аммиака. Сверху его покрывает многокилометровая корка водяного льда, смешанного с гидратом метана. При столь низких температурах лед ведет себя как полноценное твердое вещество, образуя на поверхности горные хребты и возвышенности. В то же время неизменности и трещины заполняют озера из жидкого этана и других углеводородов. Солнечный ветер и мощнейшее магнитное поле Сатурна постоянно истощают атмосферу Титана. Однако его внутренние процессы постоянно пополняют газовую оболочку, поэтому данный процесс может затянуться на долгие миллиарды лет. Когда Солнце превратится в красный гигант, то сможет испарить углеводородную дымку и растопить вечные льды Титана. После этого спутник станет гораздо более доступным и пригодным для зарождения жизни местом. Однако данное событие наступит еще очень нескоро. Разумеется, на этом система Сатурна не заканчивается. Она содержит еще десятки интереснейших объектов и время от времени радует нас новыми открытиями. Например, в 2009 году был обнаружен очередной спутник планеты, расположенной экстремально близко к ней. А в 2019 году астрономы явили миру сразу два десятка мелких небесных тел, обращающихся вокруг газового гиганта. Чем больше мы изучаем Вселенную, тем сильнее поражает воображение мысль о том, что в ее глубинах по всей видимости скрываются миллиарды систем не менее сложных и загадочных, чем это. Что мы увидим, когда наконец обнаружим их, пока неизвестно. Друзья, в последнее время по ряду причин свежие выпуски выходят не так часто, как нам всем хотелось бы. Поэтому, чтобы всегда оставаться на связи, мы запускаем серию коротких минутных роликов в нашем телеграм-канале. Они представляют собой непродолжительные информативные видео как об объектах Солнечной системы, так и о дальних уголках нашей Вселенной. Присоединяйтесь к нашему космическому сообществу. А мы тем временем продолжим работу и вскоре вновь начнем радовать вас новыми выпусками. И... услышимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова